Только за последний месяц в сибирских регионах произошло около десятка несчастных случаев с детьми. Подростки получают травмы или вовсе гибнут на территориях заброшенных заводов или остановленных стройках. И чаще всего найти виновного в трагедии оказывается почти невозможно. Почему? Об этом сегодня поговорим с уполномоченным по правам ребенка в Кемеровской области Дмитрием Кислицыным. Дмитрий Владимирович, здравствуйте. И первый вопрос. Сколько вам лично известно случаев, произошедших с детьми на таких объектах? Могу сразу сказать, что официальной статистики у нас, к сожалению, не ведется. Вообще в стране ее не существует. Существуют несчастные случаи на дороге, несчастные случаи от гибели детей, от пожаров, от утоплений. Конкретно случаев, которые регистрируются на строительных объектах, такого не существует. Но мы видим собственную регистрацию подобных происшествий. Порядка 5-6 случаев в год гибели детей или травмирования детей на различных строительных объектах у нас нами регистрируется в среднем в Кемеровской области. По этой цифре, по сравнению с соседними регионами, если сравнить, мы впереди или... Примерно то же самое. Я бы сказал, чем больше детского населения, мы берем процент, прежде всего, из этого отношения. Примерно то же самое в зависимости от количества детей в той или иной области или регионе. А что это за дети? Из каких семей? Нельзя говорить, что это конкретно дети из неблагополучных семей. Абсолютно разные. Есть и неблагополучные, есть и семей абсолютно достойных, с нормальным достатком. Поэтому однозначно сказать, что здесь попадаются дети-сироты или дети из семей трудной жизненной ситуации, такого нет. Абсолютно разные дети. То есть, тогда следующий вопрос о контроле, кто все-таки должен следить за безопасностью на таких объектах, кроме родителей, разумеется. Ну, прежде всего, конечно, собственники. Собственники тех недостроенных объектов. Это могут быть не только строительные какие-то конструкции, это могут быть опоры электропередачи, это могут быть недостроенные какие-то водоемы даже, да, то есть какие-то ямы строительные, технологические. Собственники этих самых объектов, они в любом случае имеются. Потому что, если строительство как-то велось, то и собственник есть. Ну, и, конечно же, все надзорные органы, включая Росстроенадзор, Ростехнадзор. То есть, те органы, которые должны наблюдать за тем, как строился объект, и почему он, собственно, не был достроен. Если он не достроен, то, соответственно, должны быть выполнены все условия охраны этого объекта, дабы обеспечить безопасность, в том числе детей, при попадании на эти объекты. Дмитрий Владимирович, вам известны случаи, когда удалось найти и как-то наказать собственника таких заброшенных зданий? К сожалению, таких случаев мне неизвестны. Очень часто собственники, которые виновны в тех или иных ЧП, происшествиях, бедах с нашими детьми, всячески скрываются, прячутся и, что называется, перекладывают вину со своей должности, со своей личности на других. Это, в общем-то, такая общепринятая, наверное, мировая практика. Уйти от ответственности. Может быть, требуются какие-то изменения тогда в законах, в федеральных ли, в местных ли, чтобы все-таки таких людей было легче привлекать? Ну, в первую очередь, конечно, мы, когда сталкиваемся с какими-то происшествиями, в том числе и с детьми, речь идет об ужесточении ответственности за подобные вещи. Помимо того, что мы должны четко понимать, что у каждого объекта есть собственник, который несет за это ответственность, все-таки, наверное, задача правоохранительных органов, органов следствия сделать так, чтобы ни один собственник, ни одна управляющая компания, в том числе, не могли уйти от ответственности, если данное происшествие лежит в сфере их деятельности, скажем так. — Скажите, а что нужно сделать? Понятно, что контроль в том числе должен быть и со стороны обычных граждан, обывателей. Имеет ли смысл, если вдруг увидел человек, что по крыше ходят дети, звонить в МЧС, скорую, в полицию, они обязаны реагировать на такие вызовы? — Абсолютно верно. Мы говорим не безразличий, скажем так, а просто обыкновенном человеческом соучастии или сопричастности. Любой, кто оказался рядом с этим объектом и вдруг увидел, что на территории находится ребенок, безусловно, сразу же должен позвонить в компетентные органы, будь то надзорные органы или органы полиции. Как правило, дети бывают не одни. Это совершают в группе, они играют, это, по их мнению, развлечение. Они бегают, они соревнуются, они испытывают друг друга, они показывают тем самым, бравируя, я могу так, а ты попробуй, спрыгни оттуда и так далее. В общем-то, на этом фоне и происходит большинство таких несчастных случаев. — Последний вопрос. А какая сейчас предусмотрена ответственность для собственника, если с ребенком произошел несчастный случай на его территории? — Прежде всего, уголовно. Если идет, что называется, смерть несовершеннолетнего, если идут последствия, которые привели к трагическим событиям, к смерти ребенка, то, безусловно, конечно, уголовно. То есть, не обеспечение условий охраны, прежде всего, недостроенного объекта, не обеспечение безопасности нахождения на этом объекте любых лиц, не только ребенка, безусловно, влечет за собой уголовную ответственность. — Безусловно. — Но вам пока таких случаев? — На моей памяти такого нет. Печально, конечно, но, тем не менее, это факт. — Спасибо, Дмитрий Владимирович. Напомню, у нас в гостях был уполномоченный по правам ребенка Кемеровской области Дмитрий Владимирович Кислицын. Кемеровской области Дмитрий Владимирович Кислицын